Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров ESP32. Продолжаем работу с сопроцессором ULP. На данном уроке мы попробуем поработать с устройством, взаимодействующим с контроллером по шине OneWire. Тем самым мы научимся переключать режим работы ножки порта GPIO прямо в глубоком спящем режиме при помощи кода, работающего под управлением сопроцессора ULP. В качестве подопытного устройства мы будем использовать датчик температуры DS18B20, с которым мы неоднократно работали, используя различные контроллеры, что позволит нам гораздо проще справиться с нашей дальнейшей задачей, получить данные о температуре в режиме глубокого сна и затем этим данным пользоваться после пробуждения. Схема нашего урока будет состоять из отладочной платы с контроллером ESP32, которой мы подключим датчик температуры к ножке GPIO4 посредством макетной платы. Не забываем про резистор, вот такой вот подтягивающий к шине питания на 4,7 кОм, подключенный между сигнальным проводом датчика и шиной питания. Сигнальный провод мы подключаем к ножке GPIO4, также мы вот такой вот датчик подключаем и подключим еще для полноты картины, логический анализатор, ну и тем самым схема наша точь-в-точь будет повторять схему урока 37-го вот этого, где мы уже продолжали работу с RMT модулем и подключали такой же датчик. Также у нас на плате с вами остались вот эти вот перемички, мы их пока убирать не будем. Вдруг мы захотим поработать с нескольким датчиком, но пока мы конечно не захотим, то есть с ассемблером там будет это все реализовать тяжеловато, возможно даже памяти не хватит, но с одним мы поработаем. А сегодняшняя задача, я повторюсь, именно только инициализация, то есть отследить отклик устройства, то есть узнать, что у нас датчик есть и тем самым привести его, так сказать, в готовность работы с нашим контроллером по шине OneWire. Ну теперь проект. Проект. Вот такое имя имеет ULP-FSM-OneWire-Init, сделан он из урока прошлого занятия ULP-FSM-Button. Ну и продолжим. То есть, ну так как ножка нам нужна будет только одна, вот оставляем только одну, только она будет не LED, ну немножко эстетики, она будет у нас OneWire-Number. Так, соответственно тут вот и здесь также. Ну раз одна вот это убираем, так, не перепутать. RTC-шный, не RTC-шный. И вот здесь вот обязательно Input-Only. Вот такой вот. Иначе ничего мы не отследим, хотя мы научимся менять назначение ножки, направление в процессе, прямо из кода под управлением процессора ULP, я уже сказал об этом, но тем не менее, нужны именно Input-Only. Лучшая настройка. То есть вот это нам ничего уже не нужно. Здесь вот это RTC-шный. Ну и тут пока ещё мы ничего не трогаем. Идём пока что в ассемблерный наш файл любимый и поколдуем пока там. Изменим именно команд наших немножко тоже для эстетичности. Вот тут вот все эти команды. GetButton пока уберём. Здесь будет у нас только настроечные команды. Вот такие вот. Вот Set и Clear. Ну и также нам надо будет ещё пару команд добавить. Это команды по работе уже с другими регистрами RTC. Ну не будем мы лезть в документации. Понятно где это всё есть. Там же где описание вот этих вот регистров. Вот. Также Clear и Set, но на Enable. То есть вот. Если нам нужно настроить на выход, то мы устанавливаем необходимый бит. Ну тут плюс 0, а на самом деле мы же тут подменяем с вами. Плюс будет 10 в нашем случае. Ну когда ножка 4, то она 10 по RTC. Вот. А если нам надо на вход, то мы данный бит сбрасываем в соответствующие ножки. Именно вот в этом вот регистре. Вот в таком вот. Посмотрите. Потом документация. Сейчас нет смысла смотреть. Возвращаемся теперь в наш этот C-шный файл. Ну и давайте пока что вот это всё удалим. А вместо этого уже подобная настройка будет уже в наших команд, которые мы с вами добавили. Вот таких вот. Пока что код у нас не соберётся, так как вот тут вот много кода у нас в ассемблере, которые используют старые имена. Поэтому мы давайте этот код эффективно удалим с вами до 4-секундной задержки. 4-секундная задержка нам пригодится. И попробуем собрать. Ну так как я код уже собирал здесь, он соберётся быстро. Здесь просто произошли исправления. Дальше что мы делаем с вами? Давайте один товарищ, за что ему спасибо, предложил, чтобы вот этими вот командами не пользоваться нам неудобными. Потому что тут надо ещё pcr дописывать. Вот. Вот так вот. Чтобы нам не делать всё время. И код хоть и читабельный, но не совсем, мы добавим с вами макросы. Вот. Такие макросы. GPIOin у нас будет настраивать на вход, этот будет настраивать на выход. Вот. И здесь все эти pcr мы пропишем в макросах. И нам только лишь вот такие вот команды нужно будет использовать. Это никаких не породит тормозов, так как макрос он просто вставляет в код вот это всё, а не вызывает какую-то там процедуру с возвратом. Теперь давайте поработаем немножко с кодом, который у нас уже с вами собирабельный. Вот. После того, как мы занесли в R3 вершину стэка, мы вот такую вот процедурку с вами добавим. GetTemp. Ну и здесь мы впоследствии будем отслеживать, вернее измерять температуру. А нам сегодня нужна будет вот такая вот процедурка, которая будет посылать импульс для перезагрузки и порождать ответ нашего, так сказать, датчика. И, конечно же, вызовем нашу процедуру. В GetTemp. AgentTemp вызовем в нашей основной процедуре. Вот так. Но, как мы знаем, мы его вызовем, тут вот сходим, придём и опять пойдём вот здесь. То есть мы не пропустим это, нам надо как-то это всё пропустить. То есть уйти в нашу задержку, поэтому вот здесь вот добавим такую меточку и к ней, соответственно, мы и с вами перейдём. Вот так. Jump. Тут никаких PSR-ов не надо, так как нам возвращаться оттуда не нужно. То есть мы отработали вот этот GetTemp и ушли вот сюда вот на Exit Loop. Отлично. Продолжаем работать с вами с функцией сброса. Ну, назовём её функцией или процедурой сброса. Здесь я не сказал, что мы с вами настроили на выход нашу ножку. После этого мы устанавливаем на ней низкий уровень. Ну, сейчас покажу я. Вот тут есть вот в описании к датчику документация на 15-й странице, как вообще производится иноциализация. Ну, это мы тысячи раз всё изучали, что нужно сначала импульс дать не менее 480 микросекунд. То есть опустить ножку, поднять ножку. Потом, в общем, она останется в приподнятом состоянии за счёт нашего резистора. Хотя мы переключимся уже на режим приёма, то есть на GPIO-IN режим входа. И будем через вот от 15 до 60 микросекунд. Нам обязан будет ответить датчик, если он есть, конечно, на шине, если он исправен. И вот здесь-то он притянет нашу ножку к земле, к общему проводу. И вот тут мы должны целью нашего урока является отследить, притянул он её или нет. Ну и потом там сколько-то выждать, кто-то говорит, что там желательно побольше. Ну, мы где-то там 400 с чем-то подождём, чтобы уже точно знать, что датчик уже ответил. Обратно ножку нам отпустил. Он её опустил, потом отпустил. Всё, ножка в приподнятом состоянии и датчик готов к работе. Чтобы сразу нам сюда тысяч раз не ходить, я сразу всё рассказал. Всё, опустили мы её к земле, то есть подождали. Ну, около 500 микросекунд подождём мы. Из документации мы уже знаем, зачем это делать. То есть это такой импульс нам необходим. Ну и поднимем опять её наверх. То есть будет такой вот импульс. То есть вот так раз, раз, раз. И через некоторое время нам датчик должен будет ответить. Вот, ну, соответственно, вот эта вот циферка, она рассчитывается из частоты работы сопроцессора 8 кГц, то есть мегагерц, простите. Вот, подняли. И теперь мы должны проверить, то есть откликнулся ли датчик. Мы его переводим, вернее, не его, а нашу ножку GPIO в режим входа. Видите, какой читабельный код стал за счёт макросов. Ждём мы около 30 микросекунд. Это для чего я вот эти вот такие вещи убираю, чтобы потом можно было сделать вот так. Вот, и закомментировать целый участок. А если уже такие будут, комментарии целого участка, и зачем они в одной строке, но многие так делают. Потому что много кода я беру откуда-то, всё не пишу руками. И там вот так используют, я не знаю зачем. То есть и потом вот эта вот скобка не работает. Всё, подождали мы. И здесь вот мы как раз с вами и обязаны отклик отследить. Ну давайте пока подождём, пока посмотрим вообще у нас работает там что-то или нет. Собираем. Давайте сразу заранее запустим программу для логического анализа. Так, собралось. Прошиваем. А, ну конечно, мы же не подключили с вами ничего. Сначала подключаем анализатор, подключаем плату к USB-портам всё это, компьютеры. Ещё раз. Ну найдёт он порт. 39-й у меня, по-моему, там. Сейчас найдёт порт. И пошёл прошиваться. Здесь у нас тоже. Ну в Anwire мы знаем, как настраивать. То же самое там и в 30, как он там у нас уроке. Вот в этом вот 37-м. Везде мы с этим логическим анализатором с вами работаем. То есть настраиваем в Anwire. Так, работаем. У нас там прошилось, скорее всего. Давайте на будущее запустим ещё терминал. Здесь вот нам достаточно 5 секунд. То есть чем больше секунд, тем больше ждать и тем больше памяти потребуется компьютерной. Ну не памяти, а дискового пространства, соответственно. У меня SSD, у кого-то не SSD. Почему 5? У нас там 4 секунд задержка и пару импульсов мы уже получим. Пробуем. Вот, подцепился. Сработал триггер. Ну и вот наш Reset. Вот это можно не обращать внимания, что тут меньше, чем... Импульс меньше, чем 480 миллисекунд. Вот на самом деле он тут... То есть микросекунд на самом деле тут ничем не меньше. Вот тут у нас 484 даже. Может 464. Можно, конечно, чуть-чуть побольше. Давайте попробуем там. Вот так вот. Даже ещё побольше. Возможно, логический анализатор неточный, вернее, ну да. Ну, вряд ли, конечно, это тут неточное что-то. Так, это мы же собрали, а надо ей прошить. Опять прошиваем. Тут мы с вами видели, как просыпается наш процессор основной. То есть основные наши два ядра. Ну всё. Мы запустились. Соцепились. Ну вот. Вот 503 тут даже. Оставим так, чтобы у нас никаких... Я тогда перепишу свой сценарий. То есть который станет текстовой версией урока. Вот. Вот у нас есть ответ. Давайте посмотрим, через сколько времени у нас датчик ответил. Вот. Через 28.1. То есть от 15 до 60. И через 30 мы пробуем уровень. Ну, там даже чуть больше, скорее всего, пройдёт, когда мы будем уровень отслеживать. Ибо там у нас же есть ещё и вот это вот всё. Там вход в процедуру. Оно тоже требует времени. Ну и давайте теперь попробуем всё-таки отследить, да. Как мы это будем делать. Мы в прошлом уроке добавляли с вами команду чтения. А мы сделаем не так с вами. То есть мы можем вполне использовать метки прямо внутри кода. Вот так вот. Метку такую, getPin, 0. И вот к ней мы и будем обращаться. То есть для внедрения в наш код. И будем подменять вот эту вот циферку на нашу десяточку. Для чего мы идём с вами в mainc. И соответствующий код с вами добавляем вот здесь. Вот. Ну, понятно, сразу он не видится. А сейчас начнём собирать. Всё увидится. Вот. И как нам теперь посмотреть этот вот уровень наш? Мы добавим давайте в BSS-секции такую вот переменную. Ну, значение R0 мы сюда запишем. Понятно, что запишется 16 бит. Переменные здесь все у нас 32-битные. То есть остальную часть мы не используем. Вот. И прямо вот тут мы с вами знаем, что R1 и R3 нам нежелательно использовать. Иначе мы с вами вряд ли вернёмся из процедуры. Вот. Поэтому мы в R2 запишем адрес нашей переменной. И занесём туда значение нашего регистра 0. И здесь вот мы это всё... А, нет. Ещё давайте подождём немножко. Чтобы уж у нас нормальная была с вами процедура RST-Pulse. Что, ну, после неё уже можно будет сразу работать с датчиком нам. Идём в Main C. И вот тут вот не будем отдельной функции делать. Тут вот прямо мы и выведем значение нашего регистра. Поэтому мы с вами вот по такой маске его обработаем. То есть сбросим лишние биты, которые старше 16. Не увидим мы это дело, наверное. Ну, там нули. Ну, F-ки 0, 0, 0, 0, F, 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 F. То есть вот такое тут значение. Собираем. Собралось у нас всё. Ну, сразу здесь обычно подчёркивание не уходит. Вот, ушло. Прошиваем. Прошилось. Идём в терминал. Смотрим. Это мы пока что только ушли в спящий режим. Вот, вернулись. Видим, что значение R0 у нас было нулю. Ну, и давайте сымитируем отключение. Ну, что датчик у нас пропал. Ну, или его не был совсем. То есть мы его вот так вот отключим. Вот. И мы увидим, что значение R0 стало единичкой. То есть у нас высокий уровень. У нас нету вот этого вот с вами. Даже можем посмотреть, можем не посмотреть. Ну, не будем ждать второго импульса. И вот мы видим, что никто у нас не откликнулся. Поэтому давайте ситуацию эту устраним. И датчик всё-таки наш подключим мы. Подключили. Сразу у нас R0 стал нулём. То есть мы научились с вами отслеживать уровень на ножке. Итак, на данном уроке нам удалось научиться менять режим, во-первых, работы ножек GPIO во время глубокого сна при помощи сопроцессору ULP, что позволило нам отследить наличие датчика DS18B20 на ножке. Дальнейшая задача – отправить команду в датчик и получить от него значение температуры. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо тем, кто поддерживает канал финансовой и материальной базой. То есть железом. Также спасибо огромное всем, кто смотрит данный ресурс. Кто вообще занимается программированием. Подписывайтесь на канал. Также включайте уведомления. Жмите кнопочку «Мне нравится». Пишите комментарии. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго. Здоровья.